Сирия. Ночь 7 на 8 февраля. Бой в провинции Дейр-Эзор, рядом с населенным пунктом Хишам. По данным американских военных, батальон проосадовских сил атакует позиции антиигиловской коалиции. Сторонники режима применяют танки, артиллерию, ракетные комплексы и минометы. После того, как на запрос американцев россияне отвечают «их военных там нет», силы коалиции расстреливают колонну из истребителей F-15, ударных беспилотников, самолетов-штурмовика AC-130, боевых вертолетов «Апач», а также стратегических бомбардировщиков P-52. Потеряв приблизительно сотню бойцов, атакующие отступают на западный берег реки Ефрат. Я не собираюсь делать предположения о составе этих сил или о том, кому они подчинялись. Как я неоднократно заявлял, наши усилия сосредоточены на единственном враге — ИГИЛ. «Мы не стремимся развязать боевые действия с кем-то еще, однако, как на прошлой неделе заявил министр Мэттис, если вы будете нам угрожать, это будет ваш самый длинный и худший день в жизни». В то же время американские военные эксперты в причастности к атаке группы Вагнера не сомневаются. Вагнер безнаказанно действовал в Украине, но разница ведь в том, что в Сирии есть американские войска. И США решили послать очень четкий сигнал, мол, лучше больше так не делайте. Я уверен, российское правительство теперь будет отдавать четкие команды о местах, где эти частные подразделения должны действовать очень осторожно, потому что этот случай поставил Россию в сложное положение, ведь ее подразделение разгромлено, ее граждане убиты, даже если официально они с Кремлем никак не связаны. Опираясь на различные источники, пока удалось подтвердить гибель в провинции ДРС Зор как минимум девяти наемников из ЧВК Вагнера. Примечательно, у восьми из них в биографии есть одна общая деталь. Все они перед отправкой в Сирию воевали против украинской армии на Донбассе. Уже, наверное, где-то года два последних группа Вагнера пополняет свои ряды именно за счет различных бывших ополченцев, а они набираются через всякие там союзы добровольцев Донбасса, советуются бывшим людям, кто воевал на Донбассе, предлагается типа, вот если хотите подзаработать, вот вам, пожалуйста, группа Вагнера, Сирия и вперед. Одним из наемников, который зарабатывал на войне в Украине, был 38-летний Станислав Матвеев из российского города Азбест. Почему он уехал из Свердловской области и примкнул к боевикам на Донбассе? Подробности биографии согласились рассказать родственники погибшего. Это с Донбасса у него вот это... Позволите? Да, медали. Елена Матвеева показывает награду, которую ее муж Станислав получил за участие в боевых действиях на Донбассе. В 2016-м он более полугода воевал на стороне боевиков. Пришел, мне сказал, Лен, видишь, какая вот возня идет на Донбассе, типа, людям надо помочь, надо, говорит, домики для беженцев построить, я поеду как бы. Елена поверила мужу на слово, поскольку до войны тот действительно работал строителем. Но когда тот засобирался в Сирию, поняла, почему его так тянет в очередную горячую точку. Ну, его, видимо, затянули эти вот автоматы, вот это все, он уже через полгода начал уже скучать, как бы, вот все там, вот там, моя ласточка, он все называл, свой автомат. Я его отговаривала и по-хорошему, и чуть ли не до развода, но я как бы вижу, что тут, ну, бесполезно что-то мне делать. По словам вдовы из Свердловской области, вместе с ее мужем в Сирию отправились еще 30 местных жителей. Показывает последние фотографии оттуда. Матвеев в военной форме и с оружием. Елена добавляет, не знает, кто именно его туда отправил. Наше государство везде хочет жопу уйти. И поэтому они создают эти частные компании, чтобы потом... Ответственность от себя снять. Да, что там никого не было, и все. Как на Донбассе, наших никого не было. Тоже же какие-то частные компании там создавали, сколько поцеловков не было, сколько похороненных. А никого не было. В СБУ подсчитали, на Донбассе за все время конфликта погибло две сотни членов частной военной компании «Вагнера». Всего же спецслужба установила личности более двух тысяч наемников. В ведомстве заявляют, именно вагнеровцы в июне 2014-го сбили самолет Ил-76 над Луганским аэропортом. Они же участвовали в боях за Дебальцева. После Дебальцева и сутиевого снижения активности боевых действий, ПВК «Вагнера» принимало участь в зачистке незаконных збройных формований, которые вышли из-под контроля. Мы имеем ликвидации «Бэтмена» причетные. А также разбойные педозилы Фомы и Косогора. Среди тех, кто уже попадал в поле зрения украинских спецслужб на Донбассе, пока только один погибший 8 февраля в Сирии россиянин. Его имя – Олег Терещенко. По данным СБУ, он приехал на восток Украины летом 2014-го. Вот какие данные о наемнике спецслужба предоставила Донбасс-реалии. Олег Терещенко. Родился 1 октября 1982 года. Место рождения – Станица Крыловская, Краснодарский край, Российская Федерация. Подразделение – 4-я разведывательно-штурмовая рота ЧВК «Вагнера». Личный номер – М05-43. Должность – разведчик-гранатометчик. Но больше всего, пожалуй, удивляет биография другого погибшего «Вагнеровца» – Владимира Винограденко. Он украинец, жил в Харькове, а перед Сирией на стороне боевиков воевал на Донбассе. Что это за человек, почему пошел против своих соотечественников и зачем поехал в Сирию убивать за деньги? Винограденко был прописан в поселке Докучаевское в пригороде Харькова. Соседи сразу узнают знакомое лицо на фотографии. Дверь квартиры «Винограденко» открывает его мать. Пожимает плечами. Сын не появлялся дома уже несколько лет. Возле дома встречаем близкого друга «Винограденко». Оказывается, в родном поселке у Винограденко репутация набожного человека. Возможно, отсюда и позывной наемника – апостол. Вот только в церковь он подался, уточняют местные, после того, как отсидел тюремный срок. Ну, было, да, дело. Ну, было там, я не знаю, за что, но сидел. Ну, потом Богом верил, ударился. Ну, верю. В смысле, доходили, что он воевать пошел? Да, да, да. То есть, были такие чуваки, да? Здесь, да. А с украинского обучества? Вот это я не знаю. Вот это я не знаю. Не знаю. Гораздо больше о боевом прошлом «Винограденко» знают его соратники по пророссийской организации «Русь-Триединая», которая в 2014-м активно поддерживала так называемый «Антимайдан» в Харькове. Он был ревностным православным человеком и хорошим пулеметчиком. Среди прочего, он принимал участие в известном бою за Донецкий аэропорт, когда полегло много наших бойцов. Он рассказал мне, что некий внутренний голос спас его в момент шквального огня, когда он в ответ на свои молитвы начал слышать команды, куда ему прятаться и как отстреливаться. На Донбассе и сейчас остается часть боевиков ЧВК «Вагнера», заявляет в СБУ. Вот только существование самой кампании теперь под вопросом, считает российский военный эксперт Александр Гольц. Судьба вот этой конкретной структуры, ее можно переименовать, переформатировать, но вот эта конкретная структура, с ней уже все закончено. В этом мире очень важна репутация. То есть они подставили себя под огонь, то есть они потеряли, бесславно потеряли людей. Нам самое главное, обращаемся к всем, чтобы нам ребенка вернули домой, чтобы хоть куда-то его похоронить, чтобы был где у нас ребенок похоронен, чтобы хоть цветочки какие-то получили. Ну, это неизвестность, это уже некуда. В Министерстве иностранных дел РФ признали возможную гибель в Сирии пятерых россиян, но также уточнили, что они не были причастны к вооруженным силам. Ловкостек Павел Холодов, Никита Исайка, Денбасс Реалии, Радио Свобода.